Всем привет! Сегодня будет распаковка комплектующих для iPhone 7 Plus. Как вы помните из прошлых видео, у нас не работает кнопка и не работает 3D Touch у дисплея, а также иногда не работает Touch, просто зависает. Допустим, когда звонок подается на телефон, то он отвисает или помогает только перезагрузку устройства. Такие последствия случились после того, как мы погрузили его в воду. Давайте вскроем сначала комплектующие для замены. Это у нас дисплей. Упаковывают хорошо. Имеется дополнительный набор отверток, но этих отверток у меня уже очень много. Вот сам дисплейный модуль. В такой коробочке. Дисплейный модуль с виду пришел в целости и сохранности. Такого же цвета, как нам и нужен. Отложим его в сторонку. И распаковываем кнопку. Также упаковано хорошо. Данная кнопка работает не через Bluetooth, а имеет собственный шлейф подключения в штатные разъемы. Как мы видим, кнопка тоже пришла золотого цвета, как мы и заказывали. Отложим в сторонку комплектующие и начнем разбирать наш телефон. Ранее я его уже разбирал, так что в данный момент он не проклеен и пользоваться феном не придется. В вашем же случае вначале надо будет нагреть устройство, а далее присоской и уже отклеивать его. Это немножко сложнее будет. Займет минут 15 времени. В нашем случае он уже не проклеен сейчас. Мы его должны с легкостью изъять. Для этого нам понадобится такая лопатка. Они идут в комплекте к дисплейному модулю. Ну или ранее, если вы меняли, то у вас такие инструменты остались. Как видно, дисплей отслаивается. Аккуратно. Чуть не забыл, что надо вытащить слот из-под сим-карты, так как он сдерживает дисплей. Давайте его вытащим. Сейчас отключим его. Из-за того, что дисплей отслаивается, было сложнее. Ну ничего, все. Развязка уже близка. Дисплей демонтирован. Вот я вскрывал. Здесь уже эмблемы нет. На китайских телефонах здесь клеится эмблема в случае гарантии. Здесь нам потребуется треугольная отвертка, три зубца. В комплекте также она идет. На шестерки, на 6С обычных, не плюс-версии, все закручено обычными крестовыми винтами. Здесь треугольник. Имеете это в виду. Демонтировали. 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 Аккуратно отсоединяем шлейф. Этот шлейф, как я понимаю, для Touch ID Еще нам надо открутить Основной дисплей Старайтесь раскладывать болтики согласно железным пластинам Чтобы потом не запутаться, так как они имеют разный размер Пластину сняли Открепляем шлейф Еще здесь один имеется После того, как попала влага в телефон Некоторые контакты Здесь, я не знаю, на камеру это будет видно или нет Они потемнели Как это влияет на работу, пока сложно сказать Посмотрим, когда поменяем запчасти Еще остатки клея Так, ну все Дисплей мы сняли Сейчас я отключусь, чтобы не затягивать это видео И демонтирую динамик Четыре винта И кнопку Touch ID Touch ID почти демонтировали Главное, не забывайте болтики складывать Чтобы они не потерялись Они очень маленькие Так Железячку сняли Положили Все Вот так выглядит Кнопка Сейчас мы ее отсоединим Здесь боковой шлейф Кнопку отсоединили Вот видите, сбоку Крепится она на клей Вот так вот отклеивается Также лучше все это делать феном Если вы вскрываете первый раз Просовывается Вытаскивается Так, что я хочу проверить Для начала я хочу подсоединить Новую кнопку И проверить устройство с ней Будет ли она работать Возьмем новую кнопку Также просовываем Не будем ничего закреплять Соединили Все, подсоединил кабеля Сейчас включим, посмотрим Присоску можно отклеить Сейчас посмотрим Будет ли работать Наша новая кнопка На старом дисплее Такой небольшой тест проведем Потому что все же есть Маленькая вероятность того, что Поврежден именно дисплей И старая кнопка Возможно на новом дисплее Заработает Но это не точно Не удалось активировать Кнопка не работает Настройки Настройки Touch ID Сбой Touch ID Отсюда делаем вывод Что вероятнее всего Поврежден дисплей А старая кнопка Возможно работает Я очень надеюсь Сейчас я приступлю К демонтажу Всех элементов Дисплея На новый дисплей Ничего сложного В этом нету Откручиваем здесь Переносим сюда И вот эту металлическую Плату Также переносим сюда Как видим Здесь есть красный Красная эмблема Она означает, что телефон Был утоплен Накрасилась в красный Все Сейчас включусь Демонтировал динамик Теперь надо Открепить вот этот шлейф Шлейф Он Также На клею И надо его разогреть Прежде чем Отрывать Чтобы не повредить Так как Здесь крепится камера Камера Видим, что родная На шлейфе Значок Apple Разогрел Вот он снимается Шлейф Снимается легко Разложили Так Также придется Посмотрим, что здесь у нас Что еще демонтировать Надо будет По большому счету Вот эту Стеклянную Все остальное Здесь имеется Сеточка Динамика Резиночка Это все есть Теперь осталось Демонтировать Вот эту Пластину Она также Закручена На Треугольную Отвертку Болтики И снимем ее Посмотрим, что дальше Все болтики Откручены Снимаю пластину Видно, как Жидкость попадала Неоригинальные Значки Вот жидкость Сюда Получается Проникла Ну, как раз В этом месте Где я Отслаивался Дисплей Здесь и видно Пятно Все остальное Вроде как Целое Пластину Отложим Все По большому счету Здесь нам Больше ничего Не надо Странно Как будто Оригинальная Значок Apple Интересно Что они По частям Половина Оригинальная Половина Под замену Кто знает Напишите В комментариях Почему так Почему шлейф Имеет символику Apple А на замене У нас Как Шлейф Шлейф Который Под замену Идет Не имеет Символики Apple Возможно Это идет От оригинала Снимем Защитную Пленку И прикрутим Нашу Пластину Для чистоты Эксперимента Сейчас я ее Протру Чтоб не было Этих Разводов Для протирания Использую Спирт Не совсем Хорошо Оттирается Протерли Как есть Ну все Сейчас я ее Поставлю На новый Дисплей И вернусь Закручиваем Пластину Тут думаю Понятно Процесс Не очень удобный С этими Маленькими Болтиками Ну и ничего Сложного Здесь нет Пластина Закрученная Так Пока не будем Подсоединять Все остальные Компоненты Попробуем Запустить Телефон Так Возьмем Для начала Оригинальную Кнопку Не той стороной Вставил Шлейф От кнопки Очень маленький По размеру Все Так Кнопку Установили Давайте подключим Посмотрим Заработает ли А вдруг Очень хотелось бы Потому что Ни одна кнопка Которую Вы покупаете Под замену Не будет Обладать функцией Touch ID Разблокировка По отпечатку пальца Оригинальная Этим Обладает И заодно Проверим Как работает Наш дисплей Момент истины Дисплей Загорелся Первое отличие Которое Я вижу Немножко Желтит А нет Все Восстановился И стал белым Неужели Кнопка Да Кнопка Заработала Оригинальная Это значит Что она Не пострадала При попадании Воды И вот Эта кнопка Была Заказана Зря Я вначале Думал заказать Только дисплей И проверить Но думаю Потом ждать Снова По несколько раз Вскрывать его Закрывать Так Отсвечивает Так Настраиваем Все нули Введем Использовать Момент истины Будет ли работать Очень интересно Потому что Конечно Оригинальную кнопку Не купить За деньги Кнопка вроде как Определилась Но не работает Нет никакого Отклика Но сканирование Происходит Сейчас попробую Все таки Собрать Телефон С этой кнопкой И посмотрим Будет он Работать Или нет Самый сложный Процесс В моменте Сборки Это крепление Динамика Так как Шлейф Содержит Камеру Различные Датчики И потом Обратно Их поставить Немножко Проблематично Но возможно Осталось Сейчас Закрутить Болтики Все будет Готово Все готово Закрутили Динамик Теперь попробуем Включить Еще раз проверить Теперь уже Со всеми Шлифами Будет ли работать У нас Touch ID Если нет То будем Ставить Нашу кнопку Которую Заказывали Вот интересный Дисплей Сначала Зажигается Желтым Далее Калибруется Становится Белый Не знаю Камера Передаст Это или нет Вот можете Сейчас посмотреть Обратите внимание Раз Откалибровался Стал белый Динамик работает Кнопка работает Двойной тап работает Отпечаток работает Но домой Почему-то Не возвращается Может Отключим Универсальный Доступ И заработает Ранее Была Кнопка Активирована Когда не работает Ascensive touch Отключаем Кнопку Да Все работает Отлично Можно Можно было Не заказывать Дополнительную Кнопку Вот как видите Все работает Два раза Вызывает Домой Тоже работает Также Работает Вибрация То есть В нашем случае Повредился Только дисплей И у него Видимо Где-то Контакты Отгорели На дорожке Кнопку Можно было Не заказывать Это Как мне кажется Чудо Произошло Ничего Пусть будет Если кому-то Понадобится Пишите На почту Указанную В контактах Ну или в комментарии К этому видео Отправлю Так Все Теперь Собираем Телефон 3D touch Закрутили Кнопку Теперь Закручиваем Остальные Пластины Еще раз Повторюсь Что Болтики Не забывайте Раскладывать По их Запчастям Иначе Потом Вы можете Или прокрутить Дисплей Насквозь Так как Длина Болтиков Различная Или Вовсе Не будут Держаться Со временем Выпадут Так как Телефон Подвержен Вибрации И Все Должен Быть Качественно Закручено Теперь Закручиваем Еще Одну Пластину Какое же Все Маленькое Так Все Закрутили Но я Поспешил Закрутить Тоже Имейте Это Ввиду Что Вам потребуются Вот такие Пластины Для проклеивания Корпуса Вот Но нанести Вы ее не сможете Если уже Закрепили кабеля Сейчас я Это все Раскручу По новой Наклею Пластину И Обратно Закручу И мы Соберем Телефон Вот Имейте Ввиду Что Ее Клеить Нужно До того Как Вы Подсоединили Все шлифа Вот Снова Разобрал Вот Также Когда будете Заказывать В зависимости От корпуса Вот Этот клей Отличается У меня Черный Так как До этого Делал Айфон 8 плюс И В упаковке Там их То ли 5 Этих Клеев Было То ли 10 Вот У меня Остался Я Наклею Черный Думаю Корпус Бока Непрозрачные Это Никак Не Повлияет На Работу Или На Внешний Вид Так Я Наклеил Так Отклеиваю Идеально Легло Дальше Соединяем Все Проклеен Снова Все Разместил Кобеля Точнее Шлиф Теперь Закрываем Отлично Село Все Дисплей Не выпирает Все В корпус Ссылка На дисплей У этого Продавца Заказываю Уже Не Первый Дисплей Всегда Приходит Все Качественное Все В рабочем Состоянии И По цене Довольно Таки Недорого Этот Дисплей Обошелся Тысячу Рублей Осталось Закрутить Два Винтика Все Телефон Готов Включаем И проверяем Еще раз Итак Какой вывод Можно сделать Из всего Если у вас Телефон Попал в воду Не торопитесь Заказывайте Кнопку Отдельно И дисплей Попробуйте Для начала Закажите Просто дисплей А уже Если не поможет Закажите кнопку Просто не проклеивайте Телефон Перед этим Перед заменой Походите Еще какое-то время Закажите Стандартной Алиэкспресс Доставкой Она Обычно Занимает Не более Трех недель Вот Но вы Не потратите Лишнюю Тысячу рублей На дополнительную Кнопку Вот Результатом Я доволен Мне кажется Это чудо Что Кнопка Оказалась В рабочем Состоянии Вот Я доволен Телефоном С Алиэкспресс Так как Шлейф Даже у дисплея Оказался Оригинальный На этом Я хочу Сказать Что Трилогия По восстановлению Уже восстановленного Телефона С Алиэкспресс Завершена Еще раз Убедился Что Также хочу Сказать вам Чтобы вы не повторяли Моих ошибок Если У вас Отказала Кнопка При попадании Воды Телефон Попробуйте Вначале Заменить Дисплей А уже Потом Заменить Кнопку Так В любом Случае Дисплей Будет Поврежден От воды А кнопка Может оказаться Рабочей Я остался Доволен Покупкой Данного Устройства Вот Если Попала Вода В него То Можете Не переживать За плату Так как Плата У телефона Осталась Водонепроницаемой Вот Ссылки На данный Телефон И комплектующие Вы найдете В описании На этом Все Всем спасибо Что досмотрели Это видео До конца Ставьте Свои лайки Пишите Комментарии Впереди Вас ждут Еще более Интересные Распаковки Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok